всем привет в этом видео я хотел бы затронуть тему пережигания жировых клеток или превращение их в белковую массу то есть в мышцы когда-то я в школе от одного своего одноклассника слышал такую фразу мы проходили по улице и там шел один здоровый толстый мужик и он сказал блин были бы у меня такие возможности был бы я такой толстый я пошел бы в спортзал начал качаться и весь этот жир перекачался бы в мышцы я тогда подумал блин неужели так действительно можно когда сало это сало а мясо это мясо но человек был уперт в своем мнении и он наверное до сих пор считает что если человек толстый начинает качаться то весь этот жир переходит в мышечную массу и опять я столкнулся с этим время от времени сталкивался но сейчас очень много на ю тубе особенно различных домашних домашних фитнес тренеров которые утверждают то же самое да ребята накаченные спортивные в отличной форме но их вот эти вот высказывания делает только это упражнение один раз в день и ты через месяц заметишь как ты стал здоровым как ты стал сильным или достаточно дело только одно это упражнение я понимаю что это как он называется клик бейт для того чтобы больше набирала просмотров больше набирала кликабельности это видео но по результатам есть же очень много людей которые действительно верят в ту чушь которую им рассказывают вот эти вот доморощенные фитнес тренеры и вчера я буквально вот на ю тубе чисто в рекомендациях влетела одно видео делай только это упражнение и ты перекачаешь весь свой жир в белковую массу углеводы липиды никогда не могут быть перекачаны в белковую массу жир это жир а мышечные волокна это мышечные волокна при спортивных занятиях при тренировках при физических нагрузках жировые клетки перегорают то есть они как бы являются ресурсом для белковых волокон чтобы те получали извне подпитку для своего роста для затраты для восстановления затраченной энергии жировая клетка никогда не сможет стать белковой клеткой жировой слой никогда не станет мышечными волокнами это обычная элементарная химия которую если вы граждане не учили в школе то хотя бы послушайте здесь на этом канале потому что но это это полный бред когда они говорят что если будет жир на теле его можно перекачать в мышечную массу тогда объясните мне один маленький вопрос почему люди имеющие жир на животе не перекачивают его в кубики пресса объясните вот такую вещь и я хотел бы просто со своей стороны сказать что если вы если вы так уж рветесь пережечь или на набрать мышечную массу пережигая жировые клетки то стремитесь к тому чтобы ваша пища содержала больше белковых соединений больше клетчатки меньше сахара меньше углеводов но углеводы по-любому нужны для того чтобы восстанавливать затраченную энергию но в сахаре находится намного больше углеводов углевод содержащих соединений чем в тех же самых допустим макаронах или в той же вермишели поэтому хотите вы выглядеть стройно хотите вы нормально набрать массу именно мышечную массу они жировую массу налегайте больше на куриное мясо оно содержит в себе меньше жира чем свиное налегайте на белковые налегайте на клетчатку а жировая клетка пусть остается в стороне потому что жир никогда я вам повторяю никогда жировые клетки не перейдут не превратятся как эти утверждают доморощенные фитнес тренеры жировые клетки никогда не превратятся в мышечные волокна занимайтесь всем удачи всем пока с меня было видео а с вас лайк и подписка с вами был я владимир казарчук автор канала old dutchman